Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня в программе. Неприступные кавказские горы так и не покорились фашистам за 442 дня ожесточенной схватки. Сегодня 81-я годовщина со дня начала битвы за Кавказ. Скоро начнется реконструкция крупнейшего парка Зеленый остров. Проект, разработанный группой Ярус, стал победителем всероссийского конкурса. В Карачаево-Черкесии в рамках Абазинских спортивных игр, которые прошли на днях в Ауле Псыш Абазинского района, зафиксирован рекорд по становой тяге. Курорт всесезонный всеми любимый, как туристам отдыхается летом в Донбайе и что особенно нравится. Сегодня 81-я годовщина начала битвы за Кавказ. К жителям обращается глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Победа в тех боях досталась советскому солдату немыслимой ценой. 442 дня ожесточенной схватки, миллион погибших людей, в том числе и мирных жителей. Но неприступные кавказские горы так и не покорились фашистам. Враг отступил перед силой духа, непоколебимой верой в правое дело и мужеством людей. Всем тем, что и сегодня военнослужащие российской армии ежеминутно демонстрируют на полях борьбы с неонацизмом в зоне проведения СВО. В эту памятную дату, значимую не только для народов Кавказа, но и для всей России, выходит первая серия документального фильма «Битва за Кавказ». Несломленный хребет, который ознакомит зрителей с подлинными историями участников битвы. Истории звучат из уст наших с вами современников, сверстников, тех отважных парней и девчонок, что ковали победу и отвоевывали светлое будущее для своей великой страны и ее великого будущего. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов выразил слова соболезнования родным и близким участницей Великой Отечественной войны, жительницы станицы Зеленчукской Ирины Прокофьевны Чепурновой в связи с ее кончиной. Ей был 101 год. Ирина Прокофьевна прожила долгую и достойную жизнь. Будучи совсем юной девушкой, в 1942 году ушла на фронт добровольцем, попала в морфлот. Затем была передислоцирована в Севастополь. Наша землячка была награждена медалями за победу над Германией, за оборону Кавказа, орденом Отечественной войны, второй степени и юбилейными наградами. Горько терять людей героического поколения, спасших мир от нацизма и подаривших нам жизнь. Для всех нас это невосполнимая утрата. Выражаю искренние слова соболезнования близким и родным Ирины Прокофьевны. Светлая память. Светлому человеку. Вечная слава подвигу ветерана. Сказал Рашид Тимрезов. Сегодня день сотрудника органов следствия Российской Федерации. Следственный комитет – это один из участников правоохранительной системы страны, в компетенции которого находится расследование наиболее сложных преступлений. Здесь работают люди, преданные закону и стоящие на страже истины и справедливости. Сотрудники Следственного комитета Карачаева-Черкесии с честью и достоинством выполняют свою нелегкую, но жизненно важную для общества работу, которая требует личного мужества и принципиальности. Их деятельность, направленная на защиту законности и правопорядка, прав и свобод граждан, на укрепление государственности, требует от каждого сотрудника высокой ответственности, принципиальности, запринятое решение личного мужества. Ситуация в республике в настоящее время является стабильной, относительно стабильной по целым, по совершаемым преступлениям. Это связано с тем, что республика относительно анклавна, большое значение имеет мнение и значение старейшин, религиозные общины. Поэтому мы видим примерно равную, примерно ровную преступность по республике на протяжении многих лет. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильные с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 12-17 в горах до плюс 11, а днём 27-32 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 14-16, а днём 30-32 градусов тепла. Карачаево-Черкесия – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены накануне во Владивостоке. Лауреатом форума развития малых городов и исторических поселений стал «Малый пруд» в парке культуры отдыха «Зелёный остров». О том, как удалось достичь успеха в нашем сюжете. Одна из главных достопримечательностей Карачаева-Черкесии – региональной столицы – снова в числе лауреатов Всероссийского конкурса. Ранее «Зелёный остров» становился обладателем престижной награды как лучший парк развлечений. И вот новый успех. Победителем стал один проект – город Черкесск. Друзья, давайте аплодируем город Черкесск. Проект «Малый пруд» в парке культуры отдыха «Зелёный остров». «Малый пруд» в парке «Зелёный остров» – единственный проект, который был представлен от Карачаева-Черкесии. Благодаря работе большой команды людей удалось добиться главного – появилась возможность реализовать задуманное. При проектировании учтены все нюансы, приняты к сведению ряд пожеланий от населения, которое активно голосовало за поданную Минстрой России заявку, что также сыграло в итоге немаловажную роль. Сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии, и местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг Малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. Вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить сложившуюся ситуацию. На благоустройство новой территории и средств федерального бюджета будут выделены более 105 миллионов рублей. Остальное, то есть около 40%, средства из регионального и муниципального бюджетов. Проектом предусмотрены обустройства пирса, водные экскурсии по каналам, соединяющим Большой и Малой пруды, строительство веревочного парка, открытие детской игровой тропы, установка уличного освещения и многое другое. Разумеется, не будет оставлен без внимания и спуск в парк со стороны улицы Розы-Люксембург. Как отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тиморизов, принципиально важно оставить территорию зеленой, живой и цветущей. Артур Мхцеп, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии минувшие выходные оказались насыщенными на события. Дни культуры народа Абаза прошли в региональной столице Яуле-Псыш и привлекли внимание огромного количества жителей и гостей республики. О спортивных состязаниях в сюжете корреспондента Артура Мхцеп. Я уже второй раз сюда приезжаю. Мне очень нравится. Тут команды с каждым годом уже поднимают свой уровень, намного интереснее играть. Конечно, трудновато играть на солнце, потому что оно прям слепит в глаза, аж плакать хочется. Волейболистка из Абхазии София Хакба приезжает в Карачаево-Черкесию во второй раз. Благодаря участию в играх народа Абаза она может не только сравнить уровень своей спортивной подготовки, но и побывать в полюбившихся местах, а также познакомиться с новыми интересными людьми. Собственно, масштабные соревновательные проекты когда-то и задумывались, как еще одна возможность разным народам найти общий язык. К сожалению, самые большие игры планеты, чей девиз «быстрее, выше, сильнее, вместе» давно перестали быть объединяющими. Чего не скажешь о состязаниях в ауле «Псыш», которые не первый год организует Международное объединение «Лошара» и ее руководитель Мусаик Зеков. Спасибо огромное, что вы с нами сегодня разделяете нашу радость. Сегодня большой праздник, восьмые игры народа Абаза. И для нас это не просто праздник спорта, а праздник здоровья. Для нас это праздник единения. Сегодня мы все, друг друга смотря, как в зеркало, видим себя, потому что мы все одинаково счастливы. Количество дисциплин, в которых приняли участие команды из нескольких регионов России, а также сборной Абхазии, перечислять можно долго. Каждый, кто посетил в этом году абазинские игры, мог выбрать себе вид спорта по душе, не забывая, разумеется, поддерживать своих и в остальных состязаниях. Игровые виды, а также соревнования на силу, выносливость, точность стрельбы – все это, несмотря на жаркую погоду, привлекло внимание огромного количества зрителей. Это очень хорошее, увлекательное дело, которое объединяет не только Абазин, но и все народы нашей республики. Я желаю, чтобы этот турнир прошел так же отлично, как он проходил ранее. Как спорт нету такого объединяющего. Пусть будет мир, пусть будет радость. Мы раскиданы по всему миру, и благодаря базе игр у нас есть возможность раз в год официально приезжать на красивые поляны, бегать, прыгать, не знаю, как делали наши предки, только предки это делали в одном пространстве. Но надеюсь, что шаг за шагом мы будем идти к тому, чтобы все ближе и ближе друг к другу. Вряд ли найдется спортсмен, которому не важна победа. Ради нее он готов преодолевать себя, свои трудности. Однако главная задача нынешнего спортивного форума в ПСЖ была все-таки в другом – в объединении людей, живущих в разных регионах и даже странах. Артур Мухце, Фатима Хунова, Арсел Бердиев, Вести, Корчаев, Черкесия, Абазинский район. Зимой здесь можно кататься на горных лыжах, коньках, ездить на снегоходах. А лето – пора пешего туризма, рафтинга, джиппинга, катания на горных велосипедах и дикого отдыха с палатками. Все это о нем, о Донбай. О впечатлениях туристов и известном на всю страну курорте. В репортаже Аллы Качиевой. Отправиться в джиппинг и альпинистский тур, посмотреть водопады и ущелья, покататься на канатках и квадроциклах, совершить экскурзию по Дебердинскому национальному парку, погулять по субальпийским лугам, совершить конную прогулку по долинам и лесам, покорить вершину горы с высотой в 3000 метров над уровнем моря. Путешествие на Донбай летом – прекрасная идея, особенно для тех, кто любит природу. Ведь главные достопримечательности курорта – горы, ущелья, реки, водопады, леса и луга. О Донбай можно только недосказать. Донбай имеет уникальные горы, уникальный ландшафт, уникальные растения. Даже на территории Карачаева-Черкесии нет такого уголка, который защищён и так прекрасен. Зимний Донбай и летний Донбай – это совершенно два разных Донбая. Я больше всего люблю именно этот посёлок, где можно надышаться чистым воздухом, отдохнуть и морально, и физически. Туристы тянутся в Донбай отовсюду. Причём насыщенную программу для семейного отдыха здесь можно составить как в зимнем, так и в летнем сезоне. Не первый раз, но стараемся часто бывать, потому что места очень красивые, места вдохновляющие. И всегда природа манит, привлекает к себе, тем более Донбай. А скажите, зимой вы приезжаете? Горнолыжный спорт вас не интересует? Ну зимой? Нет, горнолыжный спорт нет, но вот просто посмотреть, подышать, то да, да, с удовольствием всегда. Это всё любимый наш Кавказ, наши горы, наша природа. Да, поэтому это, я считаю, что мы как, это большое достояние, чем мы владеем и где мы бываем, где мы живём. Это надо беречь, ценить. Это здорово, это классно. Донбай – это поистине симфония вкусов, звуков, запахов и ощущений. Ты приезжаешь в этот край, и частичка курорта навсегда поселяется в твоём сердце. У местных жителей тут иной образ жизни, иной темп, свои ценности, своё наследие. Здесь повсюду ощущается мощь, всё созвучно ритмам природы этих мест. Вдыхая чистейший воздух Донбая, которым невозможно надышаться, здесь можно прикоснуться к живой природе и обрести потерянную гармонию. Всё очень понравилось. Особенно? Вообще всё понравилось. Мы были позавчера на Эльбрусе, то есть нам менее понравилось, нам честь здесь. Тут более пейзажи такие красивые. И канатка тоже интересная. Но вообще красивые пейзажи очень. А тебе что понравилось? Мне понравились канатки, что там открытое, ветерочек, прохладно. Вот хорошо, прям природа чувствуется. А из еды что вам понравилось? Ну, первый раз пробовали хачипы или как они называют? Хачипы. Вот, да. То есть национально, видать, ваше блюдо. То есть вот очень даже вкусное. Алла Качива, Лебостанов Олег Молхожев. Вести Карачева, Черкесия. Донбай. Спортсмен из Карачева, Черкесии Магомед Джарбаев стал первым в спортивной борьбе по дисциплине грэплинг. Магомед провел пять схваток весовой категории 77 килограммов и одержал уверенную победу. Спортсмен тренируется у Азамата Кубанова. Обрадовались сегодня и боксеры. Двое юных спортсменов из Карачева, Черкесии успешно выступили на прошедшем во Владикавказе первенстве России среди юношей. Шамиль Тахчуков завоевал серебро, тем самым вошел в основной состав юношеской сборной России по боксу. Ибрагим Мамаев в пятерке сильнейших в и в резерве сборной. Тренеры Руслан Каракотов и Эльбрус Халкечев. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Счастье не за горами». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!